Сентябрь 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 Это очень выгодное предложение. Так, вы что заготовили? Так, мы заготовили на сентябрь. Прям чувствую, что там целый список. Ну, здесь много всего. Много всего будет еще, наверное, думаю, пополняться. Точно знаю, что с десятых чисел уже стартует новое меню в ресторане. Поэтому мы приглашаем весь город. Абсолютно весь. Кто уже успел ознакомиться с предыдущим меню, будет новое. Будет много новых позиций. И также для любителей ночной жизни будет новая барная карта. Поэтому много всего будет интересного и вкусностей. Можно приходить. Ну и, конечно же, вечеринки. Мы хотим пятничный формат немножечко увеличить. Мы увеличим его и по времени. Мы будем делать теперь перед самой дискотекой шоу-программу с концертами. И, соответственно, все это будет перетекать в ночную жизнь. То есть мы все-таки не можем, наверное, отойти от нашего прошлого с припатья, с нашими вечеринками, концертами, которые были на втором этаже в Атриуме. Но вы прикормили нас все, приучили. И мы хотим сейчас... Так получилось, что сейчас у нас в Экстралаунже совершенно новая команда. Команда у нас приехала из прекрасного города Казань. Это наши партнеры, которые сейчас хотят произвести изменения в ресторане Экстралаунж и поднять его на совершенно другой уровень. Поэтому, конечно, для гостей, которые любят концерты, они хотят сделать это по пятницам. А сейчас есть какие-то у вас идеи уже? Чтобы понимание, кто будет петь? Это какого уровня? Смотрите, обсуждали двух разных артистов на сентябрь и октябрь. Это будет, знаете, как для всех, чтобы можно было прийти и молодежи, и, грубо говоря, чуть постарше людям. Это будет первое. Вы готовы? Да. Это будет «Братья Гримм». Я обожаю это. И второй момент. Мы договариваемся, ну вот практически уже, наверное, 5% договоров осталось обговорить все. Это «Кремсода». Группа «Кремсода», чтобы это больше в танцевальный проект уйти и, соответственно, насладиться классной музыкой, инструментальной также от «Братья Гримм». Слушайте, ну вот я сейчас вспомнила, что «Братья Гримм» — это были одни из первых концертов, которым проводили в Корстоне. То есть как бы… Очень символично, да? Да, да, я считаю, что это символично. Опять снова стартует вот такая вот… Подождите, а вместимость зала я сейчас не могу сообразить. Это в каком из залов концерты будут? Это будет в самом большом зале, зал из 15-й этаж, вместимость. Мы там все переоборудуем, даже сейчас ставим звук, чтобы было мощнее все это. Но я думаю, что человек 200 точно влезет туда. Ну, 150 будет комфортно. Ну, то есть это танцевальная площадка или столики? Да, да, и плюс такие видки будут, столики, конечно, будут диваны, столики, это все будет. В любом случае, гостям должно быть комфортно. Ну, понятно, что мы концерт на 2200, как мы ранее проводили, мы уже не сможем себе позволить. Но, тем не менее, для того, чтобы хорошо провести время по пятницам, я думаю, что это очень интересный формат. А сейчас, как мы уже работали над форматом стендапа, у нас он достаточно успешный, этот проект у нас начался и продолжался. То есть буквально вот в пятницу у нас прошло еще одно выступление комиков. Было действительно очень интересно. Почему? Потому что приходят новые гости, приходят старые гости, те, которые уже, да, постоянно посещают эти мероприятия. Поэтому, конечно, стендапом мы надеемся, что новая команда ресторан-экстралаунжа оставит. Мы будем также присутствовать, смотреть, смеяться и повышать свои гармонии. Вы хотите как-то чередовать по пятницам? Да, да. Я могу сказать, теперь весь месяц пятница будет забита. То есть даже планируется увеличить два раза в месяц мы хотим стендап делать, только немножко разный формат. То есть первый концерт – это будет привоз комиков каких-то медийных с Москвы. И второй – мы хотим сделать это местная история, посадка, как шоу-программа. И с нашим любимым ведущим – это Денис Болотин. То есть мы будем… люди будут приходить кушать, пробовать новое меню. Мы будем просто общаться с ними, узнавать о жизни и шутить на все это. Как открытый микрофон или как? Да, да, да. Что-то типа прям похожее. То есть какое-нибудь свое шоу сейчас все это додумаем и все это будем параллельно снимать в YouTube. А по стоимости билетов и как они приобретаются? То есть как-то онлайн можно покупать? Конечно. У нас отличная система продаж через онлайн. Это наш сайт и приложение «Корстонап». Там можно это сделать в любое время дня и ночи, потому что, естественно, все работает круглосуточно. Можете приехать к нам на ресепшн-отеле, мы также билеты можем продать. Разная ценовая политика в зависимости от раннего бронирования или позднего бронирования. И плюс что ты выбираешь – столик или танцевальный? Нет, здесь одинаковая стоимость. То есть просто, если ты позаботился о том, что ты хочешь пойти на стендап раньше, ты получишь… Обойдется дешевле, да? Да, естественно. Если чуть позже, то там уже будет дороже. Ну вот это вилка цен. От 750 до 1000 рублей. То есть это все рядышком, не так много. Очень бюджетно, на самом деле, за выступление трех комиков, которые будут тебя веселить… Два, да. Это два часа, это достаточно, мне кажется, очень демократично. И не важно, что ты будешь заказывать, на какую сумму? Заказывать-то отдельно, ты просто оплатишь то, что ты посчитаешь. Я говорю, то есть все, что хочешь. Да, то есть это от чая, если вы не пьете, до суперкоктейли, алкогольных, все так же присутствует. Все поменять. Только самое главное 18+. Бывают у нас некоторые моменты, что приходят 16-17-летние, но с родителями. То есть мы сразу проговариваем, то есть если родители современные в целом… Да, правильно, у меня сразу возник вопрос, потому что я привыкла везде со своим ребенком, и он, в принципе, у меня понимает и всякие там… Конечно, без проблем можно прийти, то есть там какого-то прям что-то… Ну он точно не повзрослеет за эту ночь. Ну и по-любому родители несут ответственность, правильно? Да, конечно. Конечно, конечно. Ну мы понимаем, что этот юмор, он абсолютно бытовой, поэтому ребенок ничего там нового, мне кажется, и не услышит, просто хорошо проведет время с своим родителем. Скорее, на Ютубе он всего много нового уже видит. Да, я это называю всегда «Разговоры родителей» просто от чужих людей. Ну то есть это то же самое они видят практически только. Философски, да, Вань, философски. У меня такое ощущение, что Экстра Лаунж – это такой чуть ли не единственный ресторан, который очень часто обновляет меню. Почему это происходит? Вы вроде как только приучили к особому там рациону, и вдруг хоба новенькое что-то. Ну, во-первых, в связи с тем, что у нас много постоянных гостей, они у нас живут достаточно по долгосроку, да, мы, естественно, хотим их радовать чем-то. Это приедается. Мы хотим каждый раз, практически, ну раз в сезон, наверное, да, мы обновляем как-то меню, вот, потому что есть сезонность продуктов. Но редко кто так делает. Редко кто так делает. Классические рестораны, если мы говорим, да, про классику, то они, естественно, работают на одном меню очень много лет. И долго со своим одним шефом. Да. А здесь шефы растут. Мы берем еще шефов, которые уже тоже выросли, и, соответственно, ну, стараемся перенять опыт. Я заметила, да, что Корстон такая площадка для роста стартовая. Абсолютно, конечно. У нас все шефы, которые работали с нами, они сейчас имеют более крупные проекты в более крупных городах. Вы поддерживаете связь, они же приезжают многие, да, на вечера-то как-то. Да, 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 обязательно. В любом случае мы дружим, мы отпускаем с чистым сердцем наших замечательных шефов, и надеемся, что у них все будет успешно, интересно и также по взлету активно. Вот, сейчас у нас был тоже достаточно знаменитый шеф, он был бренд-шефом, он создавал это меню, он творил. Вот, надеемся, на самом деле, вот были кто на проработке, к сожалению, меня не было в этот раз, хотя мы все помним, как я их люблю и как я обязательно на них присутствую, участвую в них. Было очень много блюд, скажу так. Да, было очень много блюд, и все наши коллеги остались просто в безумном восторге от того, что было все идеально. У них даже не было никаких замечаний по поводу того, что где-то... Не придерешься, Ваня, да? Вообще нет, 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 это, ну, у него международный опыт, то есть очень большой, там, от Индии. И он работал с очень именитыми шеф-поварами, которые сейчас работают в ресторанах со звездами Мишлен. То есть у него есть действительно опыт очень крупный, поэтому он понимает вкус, он понимает подачу, он понимает то, как это должно было выглядеть для того, чтобы гостей чему-то, ну, показать им что-то новое. То есть мы стремимся к тому, чтобы каждый раз наши гости узнавали от нас что-то интересное и новое. А на стоимости блюд это отразилось, увеличилось? По-моему, нет, насколько я знаю. Сейчас мы стараемся... Примерно одинаковая ценовая категория. То есть даже ту, которая была, да, из-за того, что, опять же, продукты меняют свою стоимость, мы все видим, что ценообразование немного меняется с каждым днем, но, тем не менее, мы стараемся держать тот уровень, который был у нас. У нас достаточно средние цены, я не скажу, что они у нас высокие. Если брать наших прекрасных коллег, не буду их называть конкурентами, наших коллег, примерно ценовой сегмент у нас одинаковый. Но при этом мы можем получить, опять же, первый видовой ресторан в Южном Подмосковье, мы можем получить прекрасное музыкальное оформление, можем прекрасно отдохнуть и попить в караоке, потому что караоке у нас также работает с 9 вечера. Это интересный формат в нашем городе, когда можно это сделать в любое время, когда у тебя душа захочет. Захотела я во вторник попить? Еще не прошел пик популярности караоке? Нет, это же там своя банда есть. Я уже думала, что все сошло на нет, вроде как. Нет, каждый день это для тех, кто 2-2. То есть график нужен определенный. Да-да-да, для всех абсолютно. А в целом, ну подожди, ну вот я захочу во вторник попить, я работаю 5-2, ну почему я не могу в 9 вечера прийти? Ну конечно, без проблем, да. И до 11 оторваться, потому что у меня режим. А ты можешь это сделать? А так работаем до последнего гостя, то есть практически до утра бывали. У нас сейчас в целом идет хорошая тенденция, что четверг собирается чуть ли не как суббота уже, то есть много прям любителей приходят попеть. Плюс мы сейчас еще добавляем туда звука, прям вот месяц, и он приедет, и будет еще лучше. Да, у нас прекрасная боковокалистка Анастасия там работает, которую гости просто обожают. Они, мне кажется, только ради Насти туда и приходят. Да, есть такие. И у нас прекрасные звукорежиссеры, которые выстраивают звук так, как будто ты думаешь о том, что ты вообще на самом деле очень талантливый человек. То есть все люди, которые любят петь в тайком, в машине или в душе, не стесняйтесь, ребята, приходите к нам, вас подстроят, ваш звук подстроят, и вы будете просто как звезда. Это мы вам обещаем. Да, 100% приходите. А к проекту «Завтрак в Подмосковье» не присоединились? Присоединились, конечно, присоединились. Мы распечатали отдельное меню, у нас это все есть, мы обязательно отправили фотоотчеты. А вот что на завтрак вкусненькое можно попробовать? У нас разные абсолютно блюда. Если мы говорим про завтрак конкретный, под этот проект у нас есть отдельное меню. Я не буду сейчас обманывать, но что там конкретно? То есть это лучше посмотреть на сайте официально. Я думала, может быть, что-то пробовала. Нет, мое любимое, что это, мне кажется, это брускетта. Это какая-нибудь, да. И самое слитопо, это венские вафли с фруктами. Это самое вкусное. Это очень вкусно, действительно. У нас вкусные каши, у нас вкусные сырники. Все то по классике, чем завтракает среднестатистический человек, это все у нас есть. Среднестатистический дом. Ест максимум один бутерброд. Подождите, надо себя радовать. Надо иногда в воскресенье полентяйничать и приехать на завтрак. И завтраки у нас, кстати, до часа дня проходят, в выходные. Поэтому, пожалуйста, приезжайте. Начинается очень рано. А начинается во сколько завтра? Начинается с восьми выходных. Не, ну понятно, что ты ночной-то житель. У тебя и твоя вотчина-то это вот. Поэтому для всех. Чилинка заканчивается, у тебя завтрак. Завтрак отлично, в час это шикарно. Да, поэтому, пожалуйста, приезжайте. Мы будем рады вас видеть. Мы, кстати, единственный ресторан, который работаем с 24 часа. Поэтому, если вам захочется, неожиданно, как бы вы встали и подумали о том, что хотелось бы все-таки креветки у вас сады. Я уже захотела есть. Ну, конечно, мы вас ждем. Мы работаем именно для вас. И формат такой, наша команда, наша вот именно новая команда, менять не собирается. Так как мы единственный круглосуточный ресторан вообще в округе. Ты упомянула, что у Корстона есть приложение специально. Какие возможности у этого приложения? Зачем его скачивать, если вдруг у кого-то еще нет? Конечно. На самом деле Корстон АП сейчас это наш главный проект, который мы с командой очень активно продвигаем, развиваем, внедряем. Разные фишки, разные новые какие-то опции. Самое главное, это то, что есть в этом приложении, это возможность получения кэшбэка. Кэшбэк у нас начисляется со всех покупок, а в том числе начисляется тогда, когда ты только устанавливаешь это приложение, ты уже на свой бонусный счет получаешь 100 Корстонов. 100 Корстонов равно 100 рублей, то есть один к одному. Да, проверено это точно. Да, то есть в парковку вы сможете уже сразу оплатить. Это очень хорошо и удобно. Плюс мы говорим о том, что у нас есть разные статусы у наших гостей. Мы понимаем, что тот, кто больше расположен к нам, больше у нас приезжает, тратит там денежных средств. Естественно, мы его благодарим за это и дарим ему повышенный кэшбэк. То есть кэшбэк у нас от 5 до 10 процентов. Можно получить с каждой покупки в зависимости от вашего статуса. Статусы предполагают, что это будет классик, сильвер, голд и платинум. Платинум – это, естественно, самый наш VIP-вип-гость. Такие у нас тоже есть, их немного, правда, пока. Примерно 5-10 человек из всего нашей базы, но, тем не менее, мы их очень любим и ценим. Как они заслужили вообще этот статус? Каждые выходные в Корстоне? Мне кажется, каждый день мы их видим всегда. Каждый день? То есть будни они покупают в торговый центр, как-то, да, все живут. Фудкорт, всю эту историю, ресторан. С ресторана тоже все получают кэшбэк. В смысле, то есть если ты на фудкорте, то тоже показываешь приложение? В данный момент пока нет, но мы работаем над тем, чтобы подключить весь наш фудкорт под бонусную систему. И также добавить туда доставку. То есть если мы говорим про офисных работников Корстона, то помимо ресторана Экстрелаунжа, который мы доставку сейчас туда подключили, будет еще доставка от наших корнеров. Это три сковородки, это Майбокс и все остальные наши партнеры, которые работают на втором этаже. Да, и опять же, естественно, мы подключим их под бонусную систему. Чем больше мы тратим у наших партнеров, тем больше будет зарабатывать наш гость на свой кэшбэк-счет. При этом мы планируем еще подключить арендаторов, чтобы у нас вся торговая галерея при совершении покупок именно у нас в Корстоне тоже бонусные счеты. А ведь когда-то была такая система, я помню, много лет назад. Ну, я не знаю, насколько. Наверное, это очень... Ну, не с приложением было точно. Конечно. Ну, была карта, и ее часть арендаторов принимали, использовали, начисляли бонусы. Мы вот сейчас вернемся к этому, но сделаем это уже очень удобно, чтобы это все было в телефоне, чтобы не нужно было таскать дополнительные пластиковые карты. Естественно, все это будет там. Плюс отличная новость для тех, кто будет праздновать день рождения в ближайшее время. Обязательно скачивайте приложение, регистрируйтесь, профиль, пишите свою дату рождения, дату месяц, день и год рождения, и вы получите ровно в этот день дополнительные бонусы на день рождения. Надо срочно проверять. От 1000 рублей до 10 000 рублей в зависимости от статуса. Я считаю, что это очень крутой подарок, который ты можешь потратить и в экстра-лаунже, и оплатить там свой заказ в канди-баре перед кинотеатром, и, может быть, накопить на номер, или оплатить какие-то услуги на номере, или потом пользоваться этими бонусами для того, чтобы оплатить парковку. И, ну, то есть разные-разные возможности, они точно, естественно, присутствуют. Так что хотим всех поздравить с последующими днями рождения таким образом, и хотим вам сказать о том, что эти бонусы будут сгорать через 7 дней. Поэтому в течение 7 дней, в течение недели нужно их просто потратить. Мотивация, чтобы потратить, да? Конечно, чтобы прийти к нам и отметить. Все правильно. Сезон свадеб закончился или еще продолжается? Ой, я буквально вот вчера провел одну свадьбу в Корсене. Ты и свадьбу ведешь, Ваня? Ваня, у нас вообще, мне кажется, на все руки мастер. Да, я могу все. Отсутствует только сон. Но в целом это... А летом мне вообще шикарно. А как ты перестраиваешься вот со свадьбой? Ну, это определенная атмосфера, определенная аудитория. Здесь, наверное, скорее всего, опыт. Просто здесь у меня... То есть вначале понятно, что я шел по одному пути, возможно, потом где-то мне что-то стало интересно. Поэтому здесь, мне кажется, от банкетов до ночной жизни я могу вести абсолютно все. Любой формат. Ты же еще не рассказал, что ты с детьми прекрасно ладишь. Да, еще с детьми. То есть у меня еще выпускные четвертые классы до сих пор идут. Так что, Ваня, получается, от млад до... Да, до самых взрослых людишек. А детские мастер-классы сохранили вы в новом сезоне? Смотрите, по семейному бранчу пока приостановили. В связи с тем, что у нас сейчас идет переход. Мы сейчас очень много делаем какой-то внутренней работы. На творчество остается время, но его не так много. Поэтому здесь уже новая команда примет решение. Гастер-классы точно будут. Вот я это знаю. Гастер-классы будут готовить. То есть для всех. От мала до велика будет. То есть можно с детишками приходить. Это прям скоро мы анонсируем. То есть как семейный бранч, как мы запустили тот проект. В данный момент пока приостановили. Я думаю, что ребята его восстановят. Мастер-класс тоже отличная альтернатива провести время с семьей. Еще один момент хотел уточнить. Ты упомянула о том, что огромное количество же офисов на территории Корстона. Доставка еды каким образом осуществляется? Это с экстра лаунж, да? Пока да. Мы сейчас добавим еще, как я сказала, корнеры. Поэтому будет от любых мест. Просто сидя в офисе, можно никуда не спускаться. Мы все сами перенесем. Это можно сделать через приложение Корстона. Там у нас есть отдельный раздел доставка. И очень много кто из наших арендаторов пользуется этой услугой. Буквально просто у меня настроен отчет. Я смотрю каждый день. Там такой-то офис, такой-то офис, такой-то офис. То есть там прекрасно. Бизнес-ланч, кстати. Бизнес-ланч, шикарно. Буквально заходит шикарно. Постоянно полная посадка в обед. Мы запустили бизнес-ланч в ресторане «Экстра лаунж». Он до 16.00. С часу или с 12? С 12.00. И там очень демократичные цены, на мой взгляд. Потому что, взяв определенные позиции, ты, во-первых, хорошо наедаешься, потому что это большие порции. Ты можешь прекрасно отдохнуть от своей работы, приехав в обед. Да даже можно и не отдыхать, можно с партнерами приехать, да, обсудить какие-то моменты. Посидеть, отдохнуть и при этом очень-очень вкусно покушать. Так что приходите на бизнес-ланч, мы будем вас обязательно ждать. Посадка сейчас действительно, как Ваня сказал, уже прям очень активная. Нам приходится открывать второй зал. Можно и бронировать, можно заказывать заранее. Да, конечно, без проблем. Можно заранее в зал, и у вас будет резерв, конечно, конечно, это все можно. То есть мы также взяли топовые позиции с основного меню и добавили его в бизнес-ланч. То есть поэтому здесь абсолютно всем зайдет вообще. К Новому году. Я так полагаю, что уже началась подготовка, да? Да, активная подготовка у нас началась. Мы обычно выходим в сентябре в продаже Нового года. Естественно, мы анонсируем и меню, анонсируем, какая будет тематика. Сейчас наша команда в основном держит это, конечно, все в секрете. А, то есть еще формируется, да, концепция? Да, на днях, на днях, скоро совсем. Мы все выложим, все отдадим вам. Ваня занимается арт-части, он будет заниматься наполнением. Новая команда занимается меню-формированием, потому что это будет такой же формат. Когда мы продаем билет, в билет будет входить и развлекательная программа, и стол, и безалкогольные напитки, и то, что просто гость может прийти в 10 часов и уйти в 6-5 утра, прекрасно, начав этот год и замечательно отдал. Могу поделиться лишь концепцией. Это, скорее всего, будет также формат семейный, перерастающий в ночную жизнь. То есть мы запустим всех людей, наверное, часов с 10 уже. Будет много артистов, будет также много залов работать. Артисты будут курсировать по всем залам. То есть можно не переживать, если вы купите в один зал и вдруг не увидите кого-то. Абсолютно ко всем зайду. То есть это будет много вокалов. Это будет также детская комната. Детскую комнату мы уже планируем. Она будет, сколько у нас, наверное, человек, детишек, наверное, человек 13 было в тот Новый год. Запросы также есть на этот уже. И в целом там больше будет количества. Поэтому хотим дать и хорошую детскую программу. То есть она будет отдельно, в отдельном зале, чтобы это все не мешать. Ну и, соответственно, после часа, к двум уже, наверное, мы будем ждать всех любителей ночной жизни, клубной, потанцевать. Но здесь мы, так скажем, в эту ночь мы не будем сильно давать клубной музыке. Мы дадим супер популярную, чтобы танцевали все от мала до велика также. Чтобы всем было хорошо. Да, конечно. То есть мы вот буквально в августе уже задумываемся о том, чем порадовать на Новый год. И в ближайшее время, естественно, появятся и пакетные предложения для отеля. Потому что у нас очень много гостей, которые приезжают к нам в город на этот период. Они заселяются с 31-го до 2-го числа примерно. Прекрасно проводят здесь время. Может быть, кто-то и до 3-го, и до 4-го. Поэтому им, конечно, нужно место, где провести замечательно этот праздник. Но ресторан «Экстралонж», как нельзя, мне кажется, кстати, подходит под этот формат. Потому что он красивый, он яркий. Он всегда горит огнями. Он сверкает ночью. То есть это лучшая, наверное, точка для проведения Нового года. Потому что сколько мы раз уже его проводили? Здесь многие гости, которые остаются с 31-го на 2-е, узнают, когда у нас вечеринки идут с 1-го по 9-е января. И продляют. То есть они остаются с нами. Да, то есть здесь будет прям нон-стоп клубные все истории. Поэтому любители потанцевать. Мы ждем вас с 1-го по 9-й. Копите силы. Да, для ребят это, конечно, очень сложный период. Потому что кто гостя отдыхает, мы всегда работаем. Для вас большой объем работы. Ну, это любимая работа. Да, это любимая работа. Поэтому мы очень радуемся, когда эти периоды у нас проходят в течение этого периода. Потому что мы видим, насколько люди счастливы. И, конечно, это нас питает. Как будто батарейки мы заряжаемся от энергии наших дорогих гостей. Как-то так это работает. Ну, от вас действительно заряжаешься. У меня вообще не было сил перед эфиром. Я чувствую, что я все время улыбаюсь. Я была очень рада вас видеть. У меня сегодня в гостях были лучшие из лучших. Спасибо. Спасибо большое. И чтобы все ваши планы были реализованы. А мы будем следить за афишами. Ура. Спасибо большое. Всем до свидания.